Гранд-финал между двумя командами. Команда Энца, команда в Доту. И победитель, собственно, гарантирует себе минимум призовой фонд в 15 тысяч. Ну а максимум? Максимум они могут себе гарантировать поездку на Игры Мир. Ну и призовой фонд в виде 55 тысяч рублей. Так что есть за что постараться. Есть за что попотеть. Да, конечно, напряженные сегодня матчи были. Затяжные. Много ошибок команды допускали. Но пока что... Пока что нам команды показывали интересные игры. Да, были там игры, где фрагов не было очень долгое время. Но все-таки основная масса игр была именно в таком экшене. Достаточно динамичная. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Reserve time. Так, ну и перейдем к пикам банам. Шейкер фундамбанцерская мага для команды Энца. Команда в Доту берут Дизраптора, Вертолета и Спиритбрейкера. В банах у нас Лина, БХ, Дарксир, Штур Спирит, Кин оф Пейн, Лишрак, Саленсир и Даззл. Идет вторая стадия пиков. Не хватает героев команды Энца на офф линию. Не хватает им также и героев мид. Но кто это может быть? В принципе, очень много мидеров забанено. Но есть Туск в пуле. В принципе, Тускар всегда ценился. Не знаю почему сейчас его нету. Но задумалась у нас команда Энца. Видимо, идет бурное обсуждение, что делать против двух толстяков, вертолета и Дизраптора. Даже и не знаю. Пока что забирать Феникса, но вот АОЕ у команды в Доту не так много. Вроде как есть вертолет, но вертолет Фантом-Лантера никак не контрит. Только в самом начале там как-то, но вот потом иллюзии поступают так быстро, что фэк Кэнона не хватает. Ланай отправляется в бан. Также сейчас должен отправиться герой, который пойдет в мид у команды в Доту. Ну и той и другой команде не хватает именно мидеров. Ну и мидеров тут почти все забанены. Основные такие мидеры. Ланайд, Квопа, Шлишрак. Даже Зевса забанили. Лина, Зевс. Вот эти вот все. Герой отправляется именно в мид. Ну и какая задумка будет у команды в Доту? У них есть Баратром, который, если что, может прибежать и подсобить. Ну а в пике еще имеется ВР-ка. Виндрейнджер плюс... Кто еще у нас? СФ. Кстати, СФ на данном турнире как-то редко появлялся. Очень редко. Эмбер Спирит. Для команды в Доту. А вот Эмбер Спирит вполне комфортно себя чувствует против Фантом Лантера. Именно... В массовых файтах... Если Фантом Лантеру не помогать с Эмбером, то Эмбер там с Дайдаусом, с БФ-кой... Просто за несколько секунд убивает этого Фантом Лантера. Ну и теперь осталось задуматься о команде Энса. Кто у них будет ставить мили? Хускар. Хускар опикает команда Энса. Гуд лак, хэфан. Пожелаем командам удачи. И... Разбирать героев. Последняя карта. Давайте, ребята. Давайте, нам нужен экшен. Ну, даже, я не знаю. В принципе, хускарта в миде посильнее Эмбера. Ну и очередная пауза, ребятушки. Ну, пожалуйста, давайте как-то без паузы в этот раз. Ну, либо, по крайней мере, их поменьше делайте. Ну, давайте знакомимся с командой. Команда в доту Энджелот играет на вертолете. Воронич, зверь, который на спиритбрейкере. Кстати, Воронич-то играл у нас в миде. По-моему, он на линейке отыграл. Ну, не важно. Совершенно не важно. Зарусит играет на Эмберспирите. Кобато Хасигава на Найтсталкере. И HNN на Дизрапторе. Опять HNN на Дизрапторе будет. Прямо по КД на нем играет. Ну, и команда Энса. Стинг будет играть на Скаймаге. А у ТВ на Хускайре. На Усиу. На Фениксе. Миша играет на Шейкере. И Фотом Лансер Муриу. Скажем так, счет 0-0. Бейстов 1. Ну, либо счет 1-1. Бейстов 3. Кому как больше нравится. И команды сейчас играют за выход. В следующем раунде они будут играть против ТОП-1 остальных квалификаций. Кстати, остальные квалификации у нас будут играться завтра. Дальний Восток. Это первая квалификация. Ну, а вторая это Украина и Белоруссия. Ну, поехали. Поехали наблюдать. Полетел у нас сразу Феникс сниз. Сейчас поставит варды. Ну, куда? Сюда. Сюда. Либо же вот этот вард. Очень-очень качественный. Для чего это было? Видимо, не успел отжать. Хотел как-то на полете пролететь. Остановиться. Но не получилось. Побежала команда в доту на нижнюю руну. Будут они ее отжимать. Но интересно, что? Куда же пойдет все-таки у нас Фантом Ланцер? Неужели он будет стоять снизу? Или он пока что забылся немного. Да, вот. Наконец-то отправляется на топ. Видимо, все-таки понял, что снизу ему делать нечего. Ну и классическая линия будет. Трипла на топе против... Солы... Спиритбрейкера, судя по всему, либо же Несса. Так, сейчас будет в заворушках. Хотя команда в доту воевать не хотят. Да, воевать они не хотят. Эмбер спирит забирает руну и на топе достается Фантом Ланцеру. Ага, вот оно что. Медовый Фантом Ланцер. Медовый вертолет. Команды вообще перехитрили друг друга. Испугались они этого. Хускара в миде, а Хускар испугался, что... Как-то ему не будет получаться у него стоять в миде против, я не знаю, против Эмбера. Что его ПКД будут гангать и в итоге Фантом Ланцер отправляют в мид. На топе у нас стоит. Хускар. Снизу фармящий Эмбер спирит. Но вот на топе Баратрум ничего не дают сделать. Скаймак стоит. Шейкер, если что, подсобит. Но вот линия Фантом Ланцер против вертолета, один на один. Вот мы с вами и узнаем. Я думаю, всегда мечтали знать, кто же все-таки победит. Нет, ну с помощью Шейкер-то, конечно, Фантом Ланцер посильнее выглядит. НС бежит на топ. Будет стоять вон с Баратрумчиком. Но к Баратруму не дают, вообще не дают экспы. Он там что-то низба заступил эту пачку. Только чтобы хоть что-то у него получилось. Ну и надо помогать. На топе, да, забирает ФБ у нас команда Энсо. Что-то мне напоминает, это предыдущую карту, где первая игра была за командой в доту. Они там легко победили. Ну а дальше, что-то пошло не так. И вторую игру команда Энсо легко победили. Что, Шейкер-то на позиции. Шейкер готов. У него мана появилась. Кускар пошел накидывать стрелами. Пошла Фиссура. Но, по-моему, здесь... Убежит, да, все-таки убегает Спиртбрейкер. Энс довольно-таки жирный. Ну, продамажили-то больно. Выживает. Да, Спиртбрейкер выживает. Вот только почему он решил отменить свой разбег именно в этой точке. Я не понял. То ли Экрип погиб, то ли еще что-то произошло. Но, в итоге, братом в ловушке. Да, был он в ловушке. Из этого ловушки он выбежал. Так, нападение на Феникса. И Карлс Дайв имеется. Надо улететь. Да, улетает, но не успел. К сожалению, не успел у нас Феникс свалить. Видимо, как-то решил, что сейчас его Дизраптор глимсанет. Но, к сожалению, для него у Дизраптора просто маны не было. Так что, надо было улетать. Просто улетать. Но глимсанули бы и глимсанули. Ну, чего уж теперь. Так, закрывай. Нет, не закрывает Энесса. Энесс смог выбраться. Руна Регена снизу. Мех, если бы Фантом Ланзер знал, что Руна-то снизу осталась. То он бы сейчас туда побежал. Так, в очередной раз нас запирает. Да что ж такое, опять не запирает. Найт Сталкера. И Шейкер сам удивлен. Да что ж такое-то, как так? Вроде жирный персонаж. Энесс. Но между стенкой и фиссурой он смог просочиться. Но то, что первого уровня Найт Сталкер. Первого уровня Спирит Брейкер. Это не очень-то хорошо. Так, в миди. Прибежал у нас Феникс. Приходит также еще и Дизраптор. У Дизраптора довольно-таки короткий глимс. Но прибегает тут еще и Баратром. Да, Феникс это убивает. Шейкер. У Шейкера наконец-то накопилось на фиссуру. Замахивается, замахивается, замахивается. Падает по вертолету. Но получилось так, что никого он не запер. А вот Найт Сталкер, по-моему, не по той дорожке пошел. Крепы не дали пройти. Была обмана у Фантом Лансера. Тогда, может быть, Найт Сталкера бы и убили. Снизу есть Инвиз. Бежит туда ПЛ. Бежит туда вертолет. У вертолета ботинка нет. Фантом Лансер с ботинком. Ну и 340 КМС. Слышал это все-таки поболее, нежели чем 315. И Мурель добегает первым. 2-2 становится счет у нас. Феникса они с Раптора изменяли. Ну и Фениксу надо просто стоять снизу. Получать эту вот самую важную экспу для него. Потому что получит он шестой уровень. Для него уже Эмбер Спирит не будет таким опасным. Миди. Нападение на вертолета. Пошел Фантом Лансер до конца. Без ботинка и вертолет. Ну и пошло копье, да. Копье и минус Энджел. Глимцует Фантом Лансера. Фантом Лансер под Инвизом. Подходит еще у нас Найт Сталкер. Но детекшн никакого нету. Тут еще и Шейкер. На всякий случай на подстраховке был. Ну и давайте смотреть, что у нас по Крепстату. По Крепстату Хускар на первом месте. На втором Эмбер Спирит. На третьем Фантом Лансер. И далее идет вертолет. Что у нас по фрагам? Есть два фрага у Фантом Лансера. Вроде бы как. Вертолет комфортно себя чувствовал. До того момента, когда начался этот экшен. На карте. То есть прилетал Хускар. Прибегали свои тиммейты. Там какая-то неразбериха начиналась. Но в итоге в этой неразберихе Фантом Лансер у нас два фрага сделал. А вертолет два раза погиб. Миша отправляется в таверну. Тут у нас побегает Брат Трум. Саленс на Фантом Лансера от Энеза. Ну и Фантом Лансер, несмотря на то, что находится под хостой, он все равно погибает. Что это был за мув такой шикарнейший на 5 с плюсом? Я не понял от Фантом Лансера. Зачем забегать в пятерых-четырых героев и пытаться с ними драться на кулачной? Когда ты Фантом Лансер просто стой на своей линии и форми. Не знаю, непонятно. Ну и вот эти вот жирные персонажи, их так просто не взять. То есть жирнющий Найт Сталкер, жирнющий Брат Трум. Тысяча хп. Просто 950 хп, 6 броней, Брат Трум может танчить все, что движется. Ну, хускар. Роблет, Доминатор будут делать, далее купить себе Алибарду. Ну и пойдет воевать. Понятное дело, что он с Роблетом еще пойдет воевать. Да, с Арметом здесь его тяжко убивать. Очень-очень тяжко. Ну и, собственно, такого прям молниеносного дэмэджа-то нету. То есть никто не может прям максимум ДПС нести. То есть вертолет как бы потихонечку, Дизраптор тоже не очень-то быстро бьет. Так что, как по мне, хускар здесь с Арметом будет себя чувствовать как царь и бог. Вратолет, 6 уровень есть, почти 7. Вот только кого он здесь будет цеплять. Один улетит. Второй отпрыгнет. Третий, просто ему без разницы на твою магию. Единственный, кого он может цеплять, это Скаймаг и Шейкер. Но у них довольно-таки дальние касты, и поэтому они в упор подходить не собираются. Эмбер Спирит. Ну, на траву васи винов собирал. Ботинки телепортации можно покупать. Что он, собственно, и делает. Так, Баратрум. Решил похалявить нейтралов. Ну, в принципе, получил он за них экспу. Это еще и Кентавр ему достается. Самый жирный и самый приятный достается именно Баратрум. Который хотел просто... Хотел просто накалять экспу, а в итоге забрал жирненького, богатого Кентаврика. Шейкер снизу получает шестой. Пока что у него всего лишь четвертый с половиной. И Феникс его просто авторитетом зададил. Говорит, это братан, мне тоже нужен шестой. Давай, как ты уйдешь. Ну и Шейкер понял, что надо уходить. Надо просто стоять за Фениксом и сейвить этого Феникса. Ну вот, что делать с таким Хускаром? У него вроде бы как 100 ХП. Ты побежишь его убивать. Но в итоге он врубил на себя хилочку. Включил армлет. И просто всех убил. Ну а как мы с вами знаем, чем меньше ХП у Хускара, тем он быстрее бьет. Чем он быстрее бьет, соответственно, тем у вас быстрее ХП и тратится. Ну Хускар здесь играется с нейтралами. Есть у него армлет. Как бы... Эти нейтралы сейчас его случайно не убили. Бармлет отключил. Там его раньше крип ударил, он погиб. Так, снизу нападение на Феникса. Случайно как-то толкнула Братрума. Подходит Фантом Лансер. Хочет воевать. Но вот Фиссура не очень-то удачно. И поэтому Фантом Лансер дальше не побежал. Скаймагу на топе дают шестой получить. В то время как Хускар фармит лес в миде вертолет. Будут делать те Фейзы. Ну а Дизраптор... Что, Дизраптор шестой практически есть? Он доволен. Тут взяли разбег на Шейкера. Телепортируется еще Эмбер Спири. Да, Шейкера здесь убивает. Убивает Шейкера. Хускар там доигрался. Армлетом умер от нейтралов. И драка продолжается. Драка продолжается. Влетает тут на Дизраптора. Дизраптора отправляет в таверну. Феникс. Получаствовал во фраге. Получил шестой уровень. Но то, что Хускар доигрался с армлетом. Это, конечно, печально. Очень-очень печально. Ну и вот этот Эмбер Спирит, который купил себе ботинки телепортации. Ну чем хороши ботинки телепортации? Тем, что ты можешь оставить ремент. На своей линии, где ты сейчас формишь. Пошел домой, если у тебя дуртмана закончилась. Восполнил ботов. Получил там свои нужные итемы. Вернулся на ремент и спокойно опять формишь. Так можно бесконечно. Бесконечно долго. Так, Хускар пошел убивать Рошана. Посмотрим, как у него это получится. Но если он баш поймает, когда у него будет мало хп. То, в принципе, Хускар-то может быть и доиграться. Да, тут главное никуда не выходить. Так, бегает. Очень близко бегает. Эмбер Спирит с Хускаром. Ну, конечно, Хускар знает, как убивать Рошана. Главное выбрать правильную точку. Посмотрите, раз удар, Рошан делает два удар, три удар, четыре удар и уйдет к себе домой на базу. Ну, Рошана забирает, да, забирает у нас Хускар. Медии цепляет у нас, ставится Супернова. Вертолет попытался там как-то Супернова продамажить. В итоге вертолет выживает. Феникс за ним пошел в погоню, понял, что лучше не поймать. Ну, и спас Дизраптор все-таки. Глимсон, он Скаймага от себя подальше. Ну, и в итоге, все живы-здоровы. Пытаются нести они Тауэр. В принципе, даже получится. Вертолета они отогнали. Вот только со спины заходит Эмбер Спирит. Очень битые здесь игроки команды Энса. И Эмбер Спирит пытается убить Феникса. Феникса они убивают. Хотя Феникс оживет 15 хп. В итоге Эмбер Спирит улетает. Ну, и все опять живы. Что ж такое-то? Все все прожимают. Все там что-то пытаются как-то хитрят. Но никто никого убить не может. Вертолет на топе. Старается снести Т1 Тауэр. В миде уже Тауэр погиб. Какой уж вы Бартрум. Просто накинул на лох и павла Хускара урну. В надежде на то, что он сейчас армлет отключит. И он просто погиб. Так. Вертолет. Здравствуйте. Мы вся команда. Пошла фиссура. Маны нет у Скаймага на Мистик Флэр. Бартрум всех оттолкнул от своего тиммейта. Пошел ульт вертолета. Но Энджелу здесь тоже погибать. Хотя. Живет. Да. Живет фротолет. Фротолет выживает. Тут сейчас будет рейд босс воевать. Шейкер заехал слэмил. Подлетел еще Феникс. Да. Скускара вы Аеги сбили. Но потеряли уже двоих персонажей. Спирит Брейкера вроде как тут тоже пытаются убить. Хотя подходит Эмбр Спирит. Да. Эмбр Спирит подошел. Но он ничего не смог сделать. Ну и минус 3 получилось. Сделать у команды Энса. Найт Сталкер. Видимо. Повоевал. Понял что никак он здесь уже не спасет никого. Ну и в Дракуу он не успел. 7-7 счет. Вынужден был прожать супернову у нас Феникс. Так бы Эмбр Спирит там забил. Но неужели хотят воевать нас? Игроки команды в доту. Там Феникс летает. Пошел калдаун. Ну вот зацепили Феникса. Феникс на развороте. Там Стиги прожимает. Хилится. И глимсует его. Но хотят принять бой на Сенса. Саленс на Дизраптора. Попытка убить Скаймага у Эмбр Спирита получилась. Также потеряли еще и Шейкера. Но вот Кускар. Что делать с Кускаром непонятно. Там еще и Фантом Лансер помогает. Вот как-то вот так вот получается. Добавкил до Кускара. Убитый Дизраптор. Была бы мана. Была бы мана у Фантом Лансера. Он бы сейчас и за Дизраптором побежал. Вот двух саппортов потеряли. Убили Эмбр Спирита. Так сказать первую позицию. И саппорта Айнесса. Хотя там не совсем понятно. Кто из них саппорта был. То ли Брат Трум. То ли Найт Сталкер. Ну и очень. Очень. Очень равная игра. 9-9 счет. 16-ая минута. Графики были. Тысячу в пользу команды в Доту. Сейчас около 3000. В пользу команды Энса. И по Экспе. 2000 экспы лидерала команда в Доту. Сейчас они 2000 экспы проигрывают. Ну и надо избегать. Надо избегать драки. Этого Кускара лучше не злить. Вот что я понял. Чем меньше вы зеретесь с Кускаром. Тем меньше у него итемов. Фармит он не так уж быстро. Не попал. Самого опасного. Дейтрала. Засворовал к себе. Подчинил. Ну и команда Энса принимается за пуш. Т1 Тауэра снизу. Так. Брат Трум пытается убежать. Фиссура его накрыли. Побег его был остановлен. Ну и собственно. Воронич Зверх отправляется в таверну. Команда в Доту старается на топе снисти Тауэр. Возможно у них даже это получится. Хотя Фантом Лансер летит Дейфить. Глеф имеется. Также прилетает Шейкер. На мид летит Феникс. И Дейф все-таки базы будет. Да. Дейф базы будет. И игроки команды в Доту сейчас отступят. Да. Что они и делают. Феникс. Ну нафармил себе почти на миды. Совсем немного ему остается денег. Климса нули. Ультовая Дизраптор не стала. Потому что маны нету. И сейчас он поплачется за свою дерзость. Как он только посмел напасть на Феникса. И HNN отправляется в таверну. На топе сразу же. Идет драка. Фантом Лансера пытается убить. Он находится под Саленсом. Доббельгангер 2 секунды. 1 секунда. Готов. Все. Пошел. Пошел Доббельгангер. Пытается заейвейдить. Бансует. Но не удалось. Не удалось ему все-таки замансовать. Хускар ныряет просто за Эмберспиритом. Эмберспирит телепорт сбивает. Надо бы отступить Баланару. Развел он Феникса на яйцо. Ну и давайте смотреть. Удастся ли ему убежать. Раз телепорт. Два телепорт сделали. Бежит НС. Пытается улететь. Ай-яй-яй-яй-яй. Досадная ошибка опрошить от НС. Думал, что кто-то сюда свернул. Видимо, видели, как НС повернул. Ну и Найт Сталкер. Молодец. Кабата Хасигала. Грамотное решение выбрал. Просто прожать телепорт за одной единственной елочкой. Ну и Феникс что? Летит ему Мидас. Так же, судя по всему, Мидас будет делать Баратрум. Но у Баратрума все очень-очень печально. Бладмейл будет делать себе Найт Сталкер. Ну тут всем надо будет собирать Бладмейл. Ох, как красиво это Кентавр там нас погибал. Всем Бладмейл надо делать. От Кускара это то, что надо. И Хускар делает себе... Акнутую Медальку. Сорки. Почти выфармил. Будет у него много брони, будут у него промахи. Попробуй такого хусика да убей. Пингуют, что вроде бы как можно бежать на Рошана, но Рошан еще не появился. Зашли в Рашпит, посмотрели. Никого нету, надо расходиться. Снизу в этот момент Дизраптор нас. Пытается себе нафармить хоть на какие-то итемы, но надо ему убегать. Такие команды Энца уже находятся поблизости. Но топив Эмбер Спирит пытается выфармить себе БФ. Да, в скором времени-то у него БФ появится. За счет революбов он фармит довольно-таки быстро. Но то, что нападает на Гирокоптера, просто Эхо Сфм от Шейкера с помощью Блинка. И вертолет находится в таверне у нас. Наступил на ногу Шейкер вертолету. Но зато с другой стороны команда в Доту забирает Т2 Тауэр на верхней линии. Так, нападение на Фантом Лансера. Настоящего вычислили. Баш сработал и Фантом Лансер. Отправился в таверн. В самую последнюю секунду сработал баш. Если бы не этот баш, там уже буквально к хайграунду Фантом Лансер подошел и его пнуло. Буквально, не знаю, наверное, четверть секунды ему не хватило, чтобы поражать Доппельгангер. Заходит Эмбер Спирит на верхнюю линию. Ремнант у него на всякий случай стоит. Он, если что, спокойно улетит. Но знаете, разменивать Т2 Тауэр на Т3 Тауэр не хочется. Надо возвращаться. Что у нас по телепортам? У Шейкера телепорта нет. У Хускарр телепорт есть. Да, у остальных ТПшки есть. Но понимаешь, что Эмбер Спирит не самый лучший пушер. И поэтому ждут, когда появится Фантом Лансер, он его прогонит. Совсем немного времени остается. До Рошана можно смело будет отправляться за Аегисом. Аегис на Хускарре. И команда Энца набирает обороты. Да, пингуют, что Рошан появился. Надо линии немного отпушить. Но команда в Доту оказывается первыми. Они прожали Смолк. И готовы сейчас будут драться. Готовы будут принимать бой. Пошла ночь. Забегает. Попытка сфокусироваться на Хускарре. Лучшее решение. Феник ставит Супернову. Может быть всем просто сфокусироваться и убить яйцо. Все бейте просто яйцо. Да. Супернову убивают. Также сейчас должен погибнуть Печой Скаймаг. Да. Очень битые, конечно, игроки команды в Доту. А вот и Хускар ныряет просто на вертолетах. Хускар раздамаживает одного. Ну и пытается бороть остальных. Да. С Найт Сталкером у него получилось справиться. Но Эмбер Спирит по Депру Поздорову улетел. Ну. 4 в 2. Размен. Феникса Скаймага. На почти всю команду в Доту. Я думаю такой размен команду Энца вполне устраивает. Плюс ко всему еще и Рошан им достается. Но в этом их Хускар. Просто имба не контрится. На всякий случай Шейкер кинул еще фиссуру. Не дай бог бы там Эмбер Спирит мирнул. Он бы сразу же получил стан и погиб. Потому что не было информации у них где находится вот этот вот товарищ. Поэтому надо было делать именно то, что сделал Шейкер. Но остается 700 золота Эмбер Спириту до ПРК. Хускар это, наверное, единственный герой, кто может позволить себе бегать вот с таким количеством ХП и не бояться за свою жизнь. Армлет имеется. Хилка есть. Если будет вдруг какое-то неожиданное падение. Армлет подрубаешь. Хилочку включаешь. И просто редкликаешь. Так, взяли Раскон на Скаймага. Шейкер, Нырновых. Раскон неплохо. Убили Братрума. Но здесь должна посыпаться команда в доту. Попытка улететь в Уинесса не получилась. Стол Дезраптор почти спасся. Но тоже не вышло. Тоже не получилось. Очень битые игроки команды Энса, в частности. Феникс и Скаймаг. Но главное, что живы-здоровы. Ну и отправляется по миду команда Энса. Сейчас они будут пушить Т2 Тауэр в миде. Особые угрозы как-то на Дейфи. Никто им предоставить не может. Эмбер Спирит у нас снизу. Вертолет тоже снизу. Ну а все остальные игроки находятся в таверне. Шейкер полетел вниз. В надежде на то, что может быть кому-то удастся сбить телепорт. Либо же просто как-то оттянуть падение своего Тауэра. Что у него собственно и удалось. Что ему и удалось. Ну и Энса. Будут подниматься на хайграунд? Да, почему бы и нет. Хускар с Аегисом. Пошел на хайграунд. Но Аегис ему конечно сейчас могут сбить. Либо же просто они других потеряют. Ставится супер. Ну а там Баратрум начинает воевать со Скаймагом. Скаймага ему удалось убить. Но выжить ему так же не удалось. Ну и размен один в один. Мне очень-то лучший размен для команды в Доту. Хотя с другой стороны они увидели, что Феникс прожал супер нового. Поэтому. Поэтому Баратрум байбекается и готов воевать опять. Но тут у нас Шейкер уже подошел. Правда у него ульт находится в КД. Но как вот этого Хускара убить? У него Сатаник. У него просто Сатаник и 2500 хп. Ну Миссы конечно как-то оттянут падение Барака. Но ненадолго. Ну просто сейчас отойти и все. Просто отойти. И команде в Доту нельзя драться. Но в итоге они решили подраться. Там Хускар включает Сатаник. Начинает бить одного. Убивает Найт Сталкера. Найт Сталкер байбекается. Фантом Ланцер вцепляется в Баратрума. Ну Фантом Ланцер здесь конечно же Баратрума должен убивать. Хотя подошел Амбер Спирит и спас. Да, спас Баратрумчика. Шейкер. Погиб. Погибает Анжиния. Шейкер. Точнее Баратрума так и не спасли. Минус 2. Минус 3. Ну после байбека у нас Баратрум был. Если я не ошибаюсь. Да, так и есть. После байбека у нас НС. Точнее и НС и Баратрум после байбека. Ну в итоге минус 3. Минус сторона. Минус 2. Сейчас сторона будет. Кстати Фантом Ланцера почти убили. Игорь. Игорь. И же там Миша. Ну и скорее всего это ГГ. Энцы проходят дальше. С чем собственно их и поздравляем. И опять Дежавю. Просто опять Дежавю. Что было в первой игре. В первых противостояниях. Бейстов 3 серии. В финале Венеров. Что собственно и сейчас. Вот посмотрите. Хускар просто никого не чувствует. У него имеется Сатаник. Да, его сейчас под фонтан немного запнут. Ну Хускар успел купить блинг. Купил также себе его Скипетр. Отблинковался и отошел. На топе барак снести. Но что делать с этим рейдбоссом непонятно. И ГГ. Вот что делать с ним. Просто писать ГГ и ливать. Что собственно делает команда в доту. Поздравляем команду Энца. Уверенная победа. Пикнули имбу и победили. Ну и эта имба им приносит 15 тысяч рублей минимум. Но если они постараются и будут играть вот этой вот имбой по КД. То может быть они и на Игромир поедут. Почему бы и нет. 10-1-6 Хускар. Всех убил. Так, ну что ж дорогие друзья. На сегодня все. Спасибо всем тем кто меня слушал. Спасибо всем тем кто меня смотрел. Кто троллил, кто поддерживал. Вам тоже отдельный респект. Для вас комментировал я. Зовут меня Михаил. Мой ник Фант. Продолжение следует.